девчонки всем привет у нас сегодня пятница у меня на голове конечно красота не могу сейчас поправить потому что у меня кола большая в руке держу телефон мы сегодня едем в монастырь называется кладруби ему 900 лет представляете я вообще в шоке просто это он реал 900 лет и сейчас мы заехали в макдональдс с собой что-то купить перекусить мы заказали big тесте и нам посчитали 2 big тесте а еще заказали отдельно колу и мороженое нам заказать посчитали как меню а нам дали чек мы стали ждать а потом оказалось что ну посмотрели в чек у нас два меню получается 2 больших кола одна маленькая кола картошка которую мы не заказывали и 0 мороженое которых мы заказали и но и два бургера а еще сырные кольца в общем нам посчитали нам посчитали меню мы конечно же сказали что мы этого не заказывали нам пожалуйста пересчитайте нам пересчитали но полно сказали оставьте себе потому что мы ее просто выльем и мы теперь вот полной машиной колы а мы пить как бы особо не хотим поэтому не заказывали и же вам покажу у меня тут целая куча колы стоит ногах и хоть бы она не разлилась я поставила погода на сегодня отлично поэтому едем в понедельник уже снова на работу едем культурная культурная программа в общем у нас этот монастырь мы проезжали когда еще жили в другом городе когда ездили с работы каждый день к сожалению вечером я не смогу его показать но очень мистический выглядит вечером и очень красивый кстати приехали сейчас у нас здесь такой ползни большой центр богетели там у нас вообще-то теска теска экстра вот слева немножко видно борска пола по-моему торговый центр называется сейчас едем дальше уже в кладруби остановились пофотографировать смотрите какая тут красота пшеница маки ромашки магазин гостя че где че деймер блин ж деймер смотрите какая красотища вот это вот купол получается подсвечивается вон прожектор стоит и здесь под периметру стоит прожектора которая подсвечивает вечером это все очень мистически смотрится но очень красиво здесь можно лавочки посетить посмотрим какие виды у нас открываться а ну же назад прогулялись буквально территория совсем небольшая думаю на самом деле что будет больше здесь парк за монастырем вот эта старая часть видимо она крыша здесь новая видимо ее ветер поднялся видимо нее собираются реконструировать но не факт но крыша вот новая отливки новая и само здание очень старая часть которая идет монастырь действующий храм точнее там ходят люди экскурсия служители экскурсии проводятся тоже 165 крон или 180 для иностранных посетителей на каком языке правда я не знаю скорее всего английском может быть даже на русском она чешском 120 крон вход для взрослых людей не знаю территория маленькая по карте смотрела мне кажется казалось что больше едете погулять на самом деле вот мы поднялись обошли там сделать красивую фотографию уже можно заходить назад территория маленькая очень редко реконструкция стоят леса со стороны двора уже идет реконструкция может быть вот эту вот всю часть будут и с этой стороны реконструировать здесь вообще развалено внутри далеко не живое помещение хотя как я уже говорила ему 900 лет этому и когда-то кто-то здесь жил все мы уже едем домой по пути может быть заедем еще в какие-то места интересные поснимают какие-то городки по дороге а на этом экскурсия по монастырю кладрубий оканчивается через 150 метров за углом есть ферма где разводят пони можно покататься не знаю если там обычная лошади нужно покататься и также посещать школу как обучающую клуб это конный клуб по трубе но мы туда сегодня не поедем а еще такой модный мотороллер есть гламурный также также при входе сразу есть кафе можно покушать всего еду не брать и на парковке есть тоже можно с тобой покушать вот такой беседка вот такая вот зона отдыха прямо напротив монастыря урна лавочки здесь небольшая парковка и вон сзади уже сам монастырь парковка небольшая но бесплатно а вот там вот при входе сразу слева а можно оплатить вход купить билеты в монастырь на экскурсию и там есть кафе можно покушать мы отправляемся дальше а Мы приехали в Стрибру, это первый город, в котором здесь на главной площади очень красиво. Фонтаны сзади, очень красивый храм. И это первый город, в который мы приехали как раз и поселились в Чехии. Такие ностальгия, возле памятника все уже. Сзади меня, кстати, вот там здание, сзади меня находится здание ратуши, в общем городской комитет, где можно поменять документы, например, мы там меняли права. Ницкий Уряд, Ницкий Уряд, городской комитет как бы. Вот, сейчас погуляем, покажу вам местных достопримечательностей, ну вообще какое-то главное на площади здесь, ну такой очень хороший, уютный, милый городочек. Поснимаю вам. В том году это были фонтаны, по которым можно пройти. Здесь сбежит вода, а по ним можно как по мостику пройти прям вот над водой. Красиво было. Не работает сейчас. Красиво было. И тут безумно. Мы идем смотреть дом, который выставлен на продажу. Сильничкистан. Который выставлен на продажу, чтобы оценить размер, масштабы, участок. Мы не договаривались о просмотре. Ну, в частном секторе. Сейчас пойдем посмотрим. Продолжение следует. Посмотрели дом. Я кушаю Big Tasty. Муж пошел в замороженном. Я не хочу. Жарко ужасно в машине. Дом посмотрели. Мне не понравился. Мужу понравился. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.